Гражданский брак 16. Роман с женатым режиссером. Судьба актрисы Ирины Малышевой. На съемочной площадке сто дней после детства образовалось сразу две парочки Сергей Соловьев и Татьяна Друбич. Александр Александров и Ирина Малышева. К слову, взрослых мужчин нисколько не смущал тот факт, что их подопечным едва исполнилось 15 лет. Ирина частенько вспоминала, как Александров подтрунивал над режиссером «Смотри, дружище, 15 за 15». Смысл этих слов Ира поняла лишь когда повзрослела. После премьеры фильма «Юная» коллега Малышевой укатила на «Волге» режиссера Соловьева. Ирина же отправилась домой, но продолжала поддерживать связь со своим взрослым воздыхателем. Она заваливала сценариста наивными детскими письмами и рассказывала о своих горестях и маленьких победах. Александров боялся спугнуть красавицы, тщательно подбирая слова. Вскоре пара начала встречаться. Ирина призналась, что сама настояла на близости. Через неделю Малышева уже жила в доме мужчины, окончательно разругавшись с матерью. Настоящим открытием для актрисы стал образ жизни Саши. Оказалось, что мужчина закладывает за воротник. Вскоре Малышева узнала о том, что ждет ребенка от Александрова. Мать настояла, нужно избавляться. К слову, после данной процедуры Ирина осталась бездетной. Малышева поступила в Щукинское училище, а на очередных съемках влюбилась режиссера Элема Климова. Мужчина оказался женат, Элем играл с Ириной. Мог приголубить, а затем вышвырнуть вон. Ира жила то у матери, то у своего Саши, хвастаясь за любое предложение о работе. В 90-х об актрисе все забыли. Подруга Ирины предложила ей работу в риэлторском агентстве. Дела женщины пошли в гору. Вскоре красавица встретила свою истинную любовь, которая поставила все на свои места. Тем самым и единственным оказался мужчина по имени Роман.